Игорь Михайлович, вот Вы говорили как раз-таки проявления Божьей Матери, Ангелов и тому подобное. Люди задаются вопросом, чем отличается духовное видение от плода их воображения вообще? Что такое духовное видение? Духовное видение — это как раз видение реальности. А вот сейчас, пытаясь это объяснить, я могу опять-таки просто людей запутать. Потому что сознание, вот воображение, галлюцинация сознания, она всегда рисует в привычных формах, в тех, которых мы можем себе представить, в тех, которых мы видим. Ну загляни в сознание, оно тебе покажет много, да? А как можно увидеть проявления святого, Духа, Ангела, ещё что-то? Только очами внутренними. Но они не покажут картинки трёхмерные. Да, только очами внутренними. И вот интересно, что люди, которые по-настоящему на практике идут по духовному пути, они понимают друг друга вне зависимости от принадлежности к той или иной религии. Потому что истина, она на всех одна. И это ты понимаешь, когда читаешь письма из разных уголков мира или общаешься с людьми, которые выросли в среде разных культур и религиозных традиций. Вот, например, что в христианстве, что в суфизме, как говорится о постижении Любви Божьей. Вот в трактатах по суфизму практики описывают, что значит «ведать Бога». Вот это «жить сердцем, созерцая Бога». Причём под созерцанием суфии как раз понимают духовное видение. Вот они подчёркивают, что некоторые люди впадают в ошибку, полагая, так что духовное видение и созерцание — это некий образ Бога, образ, который формирует и выдаёт их сознание в силу каких-то своих представлений, в силу памяти или ума. Ну а как же? Это же программа шаблонов сознания. А вот настоящее созерцание — это уже как следствие, следствие усердия в искренней восторженной Любви, Любви, которая возносит тебя как Личность на такую высоту, где сама внутренняя Жизнь становится единой устремлённостью к возлюбленному, к Богу, к Духовному миру. Только для Него. И вот это внутреннее понимание, что кроме Него ничего больше не существует. Да, потому что ты понимаешь, что работа над собой, она прежде всего проявляется через искренность и через честность. И это всё в самообуздании. То есть это не кому-то нужно, это нужно в первую очередь тебе самому. Здесь уже возникает вот эта внутренняя потребность жить Божьим, жить Миром Духовным. И ты уже жаждешь этого внутреннего соприкосновения, вот погружения в эту бескрайнюю радость Любви, вот этой Жизни глубинными чувствами, потому что Оно даёт тебе настоящее, Оно дарит тебе Жизнь, Оно живит тебя Любовью. Ты чувствуешь, что ты ею наполняешься, ты чувствуешь радость от того Мира, которое временно и не бывает, как оно льётся через край, как её много, как она вот через благодарность и Любовь проявляется в безграничности своей. И ты понимаешь, что это так просто. И ты от этого испытываешь такую благодарность, ты находишься в такой благодати. Её очень сложно передать словами. Ты просто соединяешься с Источником вот этой Божьей Любви и становишься её частью. И ты жаждешь беспрестанно излучать эту Любовь и пребывать в ней, потому что в такие моменты ты понимаешь, что Дух в свободе. Да. Чтобы присоединиться к Миру Духовному, нужно пребывать на стороне Духовного мира и самому стать Духом. Тогда и присоединишься. То есть Дух может сблизиться с Духом, материя с материей. Огонь с огнём, вода с водой. Но огонь с водой не смешается. Игорь Михайлович, вот ещё такой вопрос в письме от человека, который практикует суфизм. Вот в тех же трактатах по суфизму есть такое описание, что когда человек совершает муджахад, то есть внутренний джихад против своих низменных страстей, то ему открывается муджахадад, то есть вот это блаженное созерцание и бесконечное Любви, вот это продолжительное изумление величием, могуществом Бога. И вопрос в чём? Вот когда человеку открывается вот это Духозрение, стираются ли различия между этим земным миром и миром духовным? В действительности, когда у человека открывается муджахадад, то различия не стираются ни в коем случае. Просто обретаются новые, отличимые от всего восприятия, к которому привык человек, как Личность, к тому восприятию, которое подсовывает ему его сознание. Он приобретает новое, оно ни с чем не ассоциируемое в этом мире. И даже его описывать сложно. Вот как, к примеру, описать Любовь Божью земными словами? Мы пробуем, много раз об этом говорим. Но это всё равно искажение. Это всё равно приземление того счастья. Вот мы говорим «счастье». Что счастье в понимании людском? Это временное, сиюминутное, быстро проходящее явление, а там оно бесконечно. Мы говорим «бескрайнее счастье», и мы сравниваем бескрайний океан с каплей на твоей ладони. И вот эту каплю на ладони мы и называем «бескрайним счастьем в мире сием». А на самом деле это океан. Он безбрежен, не имеет ни начала, ни конца. И вот тяжело это передать. То есть различия между миром земным и миром духовным, они не стираются, а… Различия не стираются, они становятся, наоборот, явными. Это и к чему подобная передача о таким манерам Знаний или опыта? Оно красиво философски. Оно звучит, об этом говорят и пишут. Ведь для сознания это приемлемо, что стираются грани. И для него это заманчиво. Вот именно для сознания заманчиво, что грань стирается. И этот мир плавно переходит в тот. И тот мир есть частью этого. Как и Ни-Янь, да? Понятно, что, скажем, то, что Дух присутствует в этом мире, и всё Живое, потому и Живое, что есть Дух. Уберет Дух, и он исчезнет всё. Значит, часть Мира Духовного присутствует здесь, но она присутствует как движение, не больше. А дальше всё делается уже так, как делается. Но делается по воле князя, который управляет этим. И дана ему эта власть. И не потому, что он там восстал, он там силён, или он там равен Богу, и он отвоевал свой мир. Нет, ни в коем случае. Мы уже об этом много говорили, повторять не будем. Но смысл здесь кроется в том, что системе выгодно, чтобы сознание людей так воспринимало. Это тешит её гордыню. А на самом деле всё как раз резко меняется. Вот как раз и исчезают образы. И есть понимание пустоты этого мира. Вот почему мы много раз говорили, и опять повторюсь, по поводу того, что Личность не воспринимает мир трёхмерный. Личность начинает воспринимать этот мир с гораздо высших измерений. Ну а с гораздо высших измерений, даже говоря языком физики, этот мир превращается в ничто. Он смешон. Он правда смешон. Если было бы такое зеркало, которое бы отображало для сознания то, что видит и как воспринимает этот мир Личность, ну, я думаю, это было бы самое крутое шоу, которое могло бы быть в этом мире. Почему? Потому что то, что мы считаем жизнью, оказывается пустотой, которая всего лишь движется, сменяя иллюзии. Поэтому вот подобные толкования немножко вводят в заблуждение людей и усиливают, к сожалению, влияние сознания на Личность. И людям, которые вдаются в какие-то размышления по поводу подобных изложений, тяжелее вырваться, потому что Личность получает информацию от сознания о том, что должны стереться грани и всё стать единым. Ну вот она и ищет потом путь туда, где всё едино, различия есть. Не бывает живой, а мёртвым. И уж тем более мёртвая жива. Да, действительно, это очень полезная информация, как для практика. Потому что вот ещё очень частый пример, да и сама с этим сталкивалась в начале пути, что когда человек только начинает практиковать, то первое, с чем он сталкивается, это страх от сознания, то есть выйти за пределы привычного. И вот когда, например, у человека впервые в жизни получилась практика, и он соприкоснулся, вот первый опыт соприкосновения с Духовным, то вот это первое соприкосновение с неведомым, оно как бы вызывает ещё и атаку от сознания. То есть сознание навязывает ему страх. Вот, во-первых, страх того, что человек может потерять свою самоидентификацию. Свою ли самоидентификацию? Вот в чём вопрос. И, по сути, ведь своё «я» может потерять только сознание. Что сознание, оно боится новизны. Вот особенно вот в этот момент, о котором ты говорила, в момент соприкосновения с Духовным, запредельным для него. Потому что сознанию оно и неведомо, и путь у него закрыт туда. Оно не знает, не понимает. И поэтому, вот как сказал Игорь Михайлович, в этот момент просто происходит выход Личности за те пределы, на которых может функционировать сознание. Ну да. А если человек не повёлся на первый страх, возникает второе сознание, то, что у тебя больше такого никогда не получится. Да, но сначала оно говорит, что, мол, запомни вот эти ощущения, которые сейчас были там, или которые были в прошлом, и обязательно их повтори в следующий раз. Ну конечно, потому что оно уже знает, что в следующий раз точно так же у человека не получится. Почему? Потому что начиная выполнять в следующий раз духовную практику, вот будешь напрягать сознание и вспоминать, как же было это у тебя в прошлый раз. А сознание, оно же ещё и приукрасит твоё вот это героическое прошлое. И ты попал на внимание. Не практика, а какой-то фильм про супермена от сознания, где режиссёром выступает твоя гордыня. Ну и что может вообще показать тебе сознание? Оно показывает очередные иллюзии, образы, всё кажущееся, потому что это всё, на что оно способно. Вы абсолютно правильно заметили, что сознание создаёт иллюзию. И к этой же иллюзии пытается привязать Личность. Но заметьте, не к практике, не к предыдущему опыту, а к той иллюзии, которую создало сознание на фоне от предыдущего опыта. То есть человек, практикуя духовную практику, независимо от того, молитва, медитация, ещё что-то, то есть он получает чувственный опыт — настоящий опыт, опыт восприятия Мира Духовного. В нём проявляется то, что невозможно описать словами. И вот здесь первичное сознание, так как оно имеет достаточно выраженную связь с Личностью, оно получает отголоски, всплески. Оно не получает информации того, что восприняла Личность там. Оно получает всего лишь отголоски. Не пламя костра, а, скажем, далёкие блики и лёгкое тепло. Но на основе этого оно создаёт свою иллюзию. И после того, как человек вышел с духовной практики или с молитвы, через определённое время оно заставляет его анализировать, что ты ощутил, что ты воспринял, и уже навязывает своё в интерпретации от системы. Это абсолютно не тот опыт. Личность получает истинный опыт, а сознание создаёт иллюзию на базе этого опыта. И в последующем оно уже начинает рассказывать Личности, что ты должен прочувствовать то-то, то-то и то-то. То есть выводит его в материальный мир. Оно заставляет его прочувствовать физические проявления, которые он чувствовал во время практики. Но опять-таки, что происходило во время практики? Когда Личность соприкасалась с тем неведомым для сознания, приобретая духовный опыт, естественно, что происходит, это банальная физика, происходят другие, скажем, более сильные проявления энергии, другие виды энергии. И в теле физическом тоже есть как бы отголоски этих проявлений. И сознание, подчёркиваю опять, первичное сознание, оно их воспринимает. И в последующем настраивает Личность, говорит, у тебя ничего не получится, ты случайно туда попал. А вот теперь для того, чтобы попасть и укорениться, ты должен вызвать в себе вначале вот эти ощущения в физическом теле. У тебя должно быть изменённое состояние сознания. Ну и начинает рассказывать то, что оно восприняло. Но опять-таки всегда с подменой. И человек, пытаясь что-то сделать, он уже делает с помощью сознания, и у него не получается. В последующем сознание ему начинает рассказывать, а был ли тот опыт, или это была иллюзия, или это было какое-то самовнушение, ауто-гипноз. Может быть, это была галлюцинация, может быть, это так совпало, что ты это прочувствовал. На самом деле, как видишь, этого не существует. И то, что об этом говорят другие люди, они впадают в заблуждение, в иллюзию. Это у них, говорит, некий фанатизм, ну вплоть до каких-то психических расстройств, что они видят то, чего не существует. И вот если ты будешь это практиковать и этим заниматься, с тобой тоже случится беда. Поэтому лучше этого не делай. Почему? Ты же попробовал, у тебя не получилось. Значит, этого нет. Вот так часто и густо сознание просто-напросто отводит людей от истинного пути, заменяя элементарными какими-то, ну скажем, театральными представлениями в трёхмерности, заставляя человека делать что-то физически, выполнять какие-то практики, там, правильно сесть, правильно встать. Да какая разница, в каком положении твоё тело? Да какая разница, что ты делаешь в трёхмерности? Стучишь ты в бубен, слаживаешь камни или, не знаю, или ещё какую-то обрядность? Это всего лишь обрядность. Это всего лишь то, что навязывает тебе система. Бог, Он рядом. Он действительно ближе, чем твоя сонная артель. Он очень близко и очень легко к нему прийти. Но на пути стоит гораздо большее, чем горы. На пути стоит сознание, а сознание — часть системы. То есть на пути к Живому стоит мёртвое. И это надо помнить. И не сосредотачиваться ни в коем случае на том, что рассказывает тебе сознание. Нужен духовный порыв, духовный опыт. Нужно учиться просто… просто Жить им. А Жизнь — это прекрасно. И что бы сознание ни рассказывало, как бы оно тебя не уговаривало на то, что у тебя ничего не получится, и ты ничего не можешь, тебя это не касается. Оно говорит всего лишь за себя. Но сознание это действительно не получится. И оно действительно ничего не знает о Мире Духовном. Так, отголоски, о которых общаются люди, которые что-то постигли. И из этого делает свои иллюзорные картинки. Поэтому главное идти и не сдаваться. И не слушать Сусаниных, которые ведут не туда. Я имел в виду своё же сознание. Потому что своё же сознание — это не твоё. Это часть системы, и это не надо забывать. Тогда всё будет хорошо. Тогда всё получится. Да. А когда ты живёшь чувственным восприятием, то ты просто живёшь. И в этом огромная разница, потому что ты как воздухом дышишь. И ты просто знаешь внутри, как это — дышать. И всё. То есть сознание не даёт свободу Личности. Надо просто знать, что если один раз получилось, то второй раз просто не грезить, не обвинять всех окружающих в том, что у тебя не получилось. Потому что это же такой приёмчик, это привет от сознания, когда оно ищет врага во внешнем. Надо просто понимать, что сознание может ставить такие препятствия, потому что ему не выгодно, чтобы ты духовно освободился. И вот когда ты понимаешь, что это просто работа сознания, что это оно так действует, и ты не борешься с ним, а просто дальше открываешься в свободе. То есть ты понимаешь, что всё становится очень легко, что нет у тебя привязки к прошлому, нет привязки к будущему. Ты понимаешь, что в духовной практике постоянное сейчас, потому что это есть настоящая жизнь. А в настоящей жизни каждое мгновение неповторимо. Абсолютно верно. Тогда ты просто живёшь внутренним, ты внутри наполнен, ты видишь вот эту разницу, когда смотришь земными глазами на человека, а когда смотришь внутренним духовным взором. Становится очень легко отличить правду от лжи, потому что кто бы что ни говорил, а ты уже чувствуешь, как происходит на самом деле. Человек, он становится для тебя как на ладони. Видны все его мысли от сознания. Виден он весь по сути своей духовной, потому что ты чувствуешь, а чувства невозможно обмануть. Ты чувствуешь, кто пустой внутри и нет за ним духовного опыта, о котором вещает его сознание. Также ты чувствуешь тех, кто, как и ты, в постоянной практике находится, тех, кто живёт духовным миром, кто наполнен этой Божьей родной Любовью. Ты видишь его духовную суть, потому что ты чувствуешь её изнутри, и ты понимаешь, что за этим стоит нечто большее, то, что вас объединяет. И вот этот опыт, он не похож на тот, что был в привычной жизни, когда ты вниманием кормил сознание. Потому что в трёхмерности ты питал образы, ты питал своё сознание. А когда начал жить духовным миром, то всё своё внимание, оно устремлено через глубинные чувства к Богу. Твоё внимание направлено к родному, к источнику. Ты просто живёшь Духом. Каждый выбирает, как ему жить. Каждый выбирает сам. Ты абсолютно правильно заметила. Духовное зрение, оно разительно отличается от зрения земного. Духовное зрение, оно даёт понимание Истины. Ты видишь то, что действительно есть. А земное зрение — это всего лишь то, что сознание хочет тебе как Личности навязать или показать. то есть создаёт очередную иллюзию, ту, которой ты должен верить, ту, которая должна тебя отвлекать от твоего истинного предназначения, от того, для чего ты здесь. В этом огромная разница. Также за ложь. Ложь — это элемент системы. В Духовном мире нет лжи и быть не может. В Духовном мире только правда. Почему Духовное зрение, опять-таки подчёркиваю, оно всегда показывает то, что в действительности есть. Важный момент. Люди стремятся к магии из-за того, что в действительности Личность стремится к духовному развитию. То есть Личность чувствует вот эту потребность духовного развития, развития нечто запредельного, а сознание эту потребность просто подменяет на магию? Да. Здесь есть смысл. И смысл как раз кроется в том, что Личность стремится узнать правду, Личность стремится к свободе, к настоящей свободе. У Личности нет и быть не может врагов в Мире Духовном имеется в виду или с позиции, с понимания Духовного мира. Личность абсолютно свободна. Она ищет эту свободу, она к ней стремится. А сознание, как мы уже не раз говорили, делает всё для того, чтобы Личность не смогла развиться как духовное существо, то есть для того, чтобы сохранить свою власть, свою иллюзорную власть над Личностью. Правильно, абсолютно сказала правильно. И, к счастью, хочется отметить, что очень многие люди это начали понимать. И действительно со многими можно разговаривать молча на сегодняшний день. И забегая вперёд скажу, что с каждым годом таких людей будет становиться всё больше и больше. И это приятно. Это действительно приятно. смысл заключается в том, что язык практиков или людей, идущих по духовному пути, действительно стремящихся к Богу, вне зависимости от их религии, от вероисповедания или ещё чего-то, он един. И люди чувствуют друг друга. Бог в действительности один. Духовный мир — он один. И людям абсолютно нечего делить. Разделяет сознание. Оно создаёт вражду, навязывает иллюзию просто из-за власти, из-за стремления доминации над Личностью. Но когда люди постигают, что в действительности есть Мир Духовный, они становятся одной семьёй. Независимость от национальности, от религиозного взгляда, был он атеистом или кем бы он не был, до того, как он смог прочувствовать, что Духовный мир существует. Как только человек это прочувствовал, осознал и понял, он становится частью Семьи Духовной, настоящей Семьи Истинной, неразрывной, той семьи, где Жизнь вечна. Она не заканчивается. И естественно, что она не в трёхмерности, она не в земном. Земное всё конечно. Что бы здесь ни было, оно всё временно. Даже те же иллюзии, которые навязывает сознание, они временно. Отсюда и возникают такие моменты, что люди служат в религии всю жизнь верой и правдой, а до последнего своего дня сомневаются. А есть ли Бог? Почему? Потому что они служили, служили сознанию. И вот здесь момент, кому они служили своим сознанием. Ну точно не Богу, точно не в Мире Духовном. Служили они всего лишь системе, в угоду какой-то организации, в угоду своих желаний или ещё чего-то. Но чаще всего чужих, навязанных им чужим сознанием, даже не своим собственным. А когда люди познают на практике, в реальность, когда они приобретают знания, им уже не нужны слова. Они это понимают, они знают. Они знают, кто они, они знают, куда они идут и зачем. Это высшая ценность. Для этого люди сюда и приходят, для того, чтобы родиться живым. Да, Игорь Михайлович, очень тронуло то, что Вы сейчас сказали, особенно то, что Вы сказали о единой семье в духовном смысле. Но вот сознание банально всё перекручивает и выдаёт именно земные представления о твоей семье. Оно сразу же дробито разделяет, показывает тебе каких-то конкретных людей, образы. Как говорится, показывает родственников по крови и плоти. Причём первое, что в памяти всплывает, это именно эмоциональные отношения с этими людьми, точнее взаимоотношения с их сознанием. Самое интересное, что раньше, пребывая с этими людьми больше в бытовых взаимоотношениях, даже мысли в голову не приходило, что эти люди есть на самом деле… Что в этих людях так же, как и в тебе, есть часть Духа Святого, что они есть Личность, Личность в нематериальном понимании этого слова. А почему раньше так думал? Потому что… Потому что ты просто думал, а не чувствовал. Потому что ты сам был и жил с сознанием. А у сознания, естественно, всё всегда построено на собственном эгоизме. И вот если честно взглянуть на взаимоотношения со своими близкими, то в те моменты, когда ты живёшь под диктовку своего сознания, что происходит? Твоё сознание постоянно принижает значимость в чём-то других по сравнению с тобой. У него всё в тайных мыслях. И сознание боится огласить эти мысли, оно боится чистоты взаимоотношений, честности, простоты. Почему? Потому что оно жаждет власти, оно озабочено своей короной, кто что тебе плохое сказал или наоборот, кто тебя похвалил. И вот во всём этом и проходит вся твоя жизнь. Точнее, происходит жизнь твоего сознания. Но вот когда ты осознаёшь, что ты на самом деле Личность, то ты уже и в другом человеке в первую очередь тоже видишь его духовный потенциал, ты видишь духовную Личность. И самое главное — ты чувствуешь её, вне зависимости от того, что рассказывает тебе твоё сознание. Совершенно верно. Как воспринимает наше сознание? Что такое семья? Что такое родные и близкие? Ну это опять-таки мама, папа, дети, бабушки, дедушки, братья, сёстры, ну и как бы вся семья. На самом деле, когда люди обретают духовный опыт, они понимают, что все едины, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости, где он живёт. Это одно, это одно целое, это человечество. У каждого есть Душа. И делать кому-то плохо — это неправильно. это всё равно, что делать плохо самому близкому человеку. Ненавидеть кого-то — это неправильно. Даже если он злой, он сделал тебе что-то плохое, надо понимать, что это его сознание. Я не говорю о том, что ударили по левой щеке, подставив правую. Когда перед тобой система, её тоже надо вразумить, иначе она не поймёт. Но хочу подчеркнуть, Личность как потенциально духовное существо у всех одинаково. Оно принадлежит больше Миру Духовному. И лишь когда она сдаётся, проигрывает свой Личный Армагеддон и становится частью системы, ну тогда она просто умирает. Медленно, да, субличность — это проблема, это послесмертные мучения тоже тяжело. Но вопрос же не в том. Это всё равно конечное. Всё равно оно перестаёт существовать. Но пока человек жил, у него есть шанс, у него есть возможность присоединиться к Миру Бескрайнему, к Миру Духовному и стать частью огромной семьи. И вот здесь важно понимать, что любое зло, которое человек множит от сознания, оно действительно встаёт между Личностью и Миром Духовным. У самых близких тебе людей, а как я уже сказал, самый близкий — это любой человек, это особо чувствуют и понимают люди, которые достигают на практике восприятия Мира Духовного. Они понимают это всё. Естественно, что есть и отрицательный момент, говоря языком земным. Почему? Потому что, вот как уже было сказано, чувствуется и ложь от сознания, когда человек приходит, ну вот говоря религиозным языком, с дьяволом за пазухой и вещает от дьявола. Но, естественно, неприятно. Жалко его Личность, жалко его, скажем, упускаемый момент обретения духовного, постижения. Но в то же время, когда он допускает, что ему как Личности диктует сознание, и через него творится зло, неприятно это. Но зато человек знает правду. Зато он знает, с кем он говорит. он общается с Духом или он общается с дьяволом. Это тоже немаловажно. Да, и это один из таких вот, можно сказать, побочных эффектов духовного развития, когда ты чувствуешь человека ещё до того, как он начал что-либо говорить, когда ты чувствуешь, от кого он сейчас будет вещать и чего он хочет на самом деле. И ты уже знаешь конечную цель его прихода. Потому что это не какая-то там экстрасенсорика, когда люди улавливают обрывки мыслей. Нет, тут всё гораздо серьёзнее. У тебя цельное, объёмное понимание, у тебя цельное, объёмное восприятие. И для тебя понятны причинно-следственные связи. То есть ты видишь глубже, ты знаешь, от кого вещает человек — от Духа или от системы. И ты знаешь, чего хочет та же система. Ты просто знаешь. То есть ты в этом- Pop- На-B recdo, ты знаешь, что ты знаешь, так как онаestionна. И своё плакание, � fool d'верх.